привет ребята как ваши дела как настроение понедельник сегодня начало трудовой недели и мы с вами хозяюшки приступим что будем лепить сегодня будем лепить манты манты не турецкие манты наши азиатские что нам для этого понадобится я взяла фарш нежирный посыпала черный перец молотый и соль тыкву и репчатый лук я сейчас порежу измельчу взяла муку муку на глаз где-то грамм 700 и сейчас приступим висеть тесто в муку наливаем маслица черток 2-3 максимум столовые ложки разливаем соль и вливаем теплую водичку у меня здесь 300 миллилитров и замешиваем если я добавлю процесс замешивания теста всем известен кто-то без яйца делает кто-то без масла кто-то на холодной воде разнообразные есть рецепты сколько хозяйка столько и рецептов я показываю как делаю я процесс замешивания теста я думаю всем известен сейчас я хорошенько замешу и покажу вам тесто я замесила чтобы вас не задерживать утомлять процессом мест замешивания теста я показываю уже в результате что получилось у меня какое тесто тесто не прилипает к рукам видите яйцо теплая вода пару ложек оливкового масла добавим все мы его положим мешочек пусть они у нас немножечко подержи накроем полотенчиком все сейчас я буду резать тыкву и лук и потом вернусь к вам покажу как порежу лучок порежем хотите крупно хотите мелко как ваша душенька желает я режу средне не совсем мелко и не совсем крупно и вот сюда отдельно посуду сложу свой лучок я делаю начинку такую которую кушают мои мои мужички у меня будет отдельно с мясом отдельно с овощами в моей семье кто-то не ест кто-то не сегодня у нас понедельник по понедельникам как вы знаете наши махали базары махаля это квартал и вот так вот процесс резко занимает конечно время вот такие вот небольшие квадратики все так же как и делаю девочки мальчики ничего такого сверхъестественного и все сюда в посудину складываю все я дальше продолжу потом подключусь к вам ребят мой муж не будет ни с мясом ни с тыквой поэтому мы ему сделаем с капустой мотой как мы сделаем кучок также порежем произвольно ребят порежем кучок обжарим вместе с капустой вот такой у меня привередливый турок честно не делала раньше с капустой сейчас спросила может тебе с сыром говорю сделать он говорит вообще с сыром было бы интересно с капустой бигоди я не делаю но для бигоди как вы знаете нужно дрожжевое тесто а мы сделаем на пресном на пресном сделаем на оливковом масле обжарим лучок пошинкуем капусточку капуста большая я немножечко отрезала миленько покрошим сейчас сейчас чтоб не вас не задерживать ребят слегка попассеровали лучок до стеклянного такого цвета капусточку пошинковали и заграсываем морковочку добавьте ну уж не будет морковочкой морковочку он будет только морковь чем можем сразу посолить и поперчим и поперчим красного перчика тоже можно добавить для и все быстро капуста покушаться слегка до полуготовности а может у нас будет пароварки варить мантоварки поэтому вот мы порезали с вами тыковку будем солить и лучок соль красный перец и черный перец и шоколад да что ты так как я не использую курдючный жир вообще турки не кушают курдючный жир ну в деревнях может быть и кушают мои турки не кушают в общем моей семье поэтому я добавляю оливковое масло сюда хорошенько перемешаю вот начинка будет готова это тыква к рукам и паршик я уже смешала туда добавила при вас и перец и соль все все ребята две начинки у меня уже готовы фаршик остык осталось только капуста 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 обжарится с ручком до полу готовности все все готовы она будет вариться у нас с тестом на бору поэтому поэтому до готовности до готовности не нужно все она в принципе уже у нас готова она у нас осела уже взяла токи выпустила взяла уже форму ту которая уже останется останется все ее нужно остудить перевалить вот сюда тарелочку она так быстрее остынет и все можно пойти лепить наши манты сейчас я здесь пока все уберу она остынет ребят вот тесто наше мягенькое хорошенькое к рукам не прилипает мантоварку я уже смазала растительным маслом те кто живет в Турции где можно купить мантоварку вообще сейчас уже в магазинах продается мантоварка вот так я делю на кусочки в магазинах таких как Таш Коч Таш Коч там в магазинах где где продается посуда кастрюли там можно найти либо можно кто живет в Стамбуле можно найти в Именюню район еще можно еще можно я кругляшки делаю ребят я квадратить не делаю я кругляшками мне так лучше еще можно еще можно я свою заказывала по интернету в Турции сейчас продается бухар танжерей называется бухар пар танжерей кастрюли вообще может быть и мантоварка даже сейчас так называется как гречка 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 же коробудай в Турции а так как стала популярная гречка из-за русских жен стали прям так описать на упаковке гречка все тоненько катаем тесто наше вот сюда положим чуть-чуть мяско чуть-чуть тыковки у меня не будут большие и не будут эти маленькие такие средние классический узбекский лепка у меня ничего такого особенного все сделали и раскатали мне так удобнее вы можете большую лепешку раскатать порезать на кругляшки на квадратики то есть и квадратики защипить я делаю вот так можно немножко вот так сделать защипить потом сюда и сюда вот так вот вот такие маленькие они все и дальше лепим процесс лепки девочки мальчики сами знаете сколько занимает времени но это такая вкуснятина правда же поэтому наверное этого стоит немножко потрудиться как говорит гласит старинные пословицы и поговорки не потопаешь не полопаешь правильно такие всевозможные есть способы девочки мальчики вы же все прекрасно знаете как можно лепить я просто показываю свою лепку мне так удобно я же леплю одну как мне удобнее я так делаю все у меня будет с мясом с тыквой с капустой так как не все у нас в семье кушают овощи и мясо в смысле тыкву турки вообще знаете они не кушают вот как мы кушаем тыкву они делают из тыквы пюре может быть этот суп суп пюре кабак чербасы пюрированный в турции как вы знаете все супы пюрированные и вообще из кабака кабак это тыква кабак то пусы делают в основном сладость десерт делают айва тыква такие десерты они делают тыкву как как мы в манты используем они так не используют все девочки дальше будем продолжать потом встретимся с вами вот мои манты с капусточкой и тыковка с мясом пойдем вариться манты поставили вариться но у нас остались остатки начинки капусту у нас осталось фаршик остался и осталась тыковка с луковкой что мы с вами сделаем сейчас с вами приготовим небольшой каламбур чуть-чуть маслица добавим и обжарим фарш сделаем тушеные овощи фарш слегка обжарим пусть фаршик жарится потом я добавлю лук с тыковкой тоже потушу потому что капуста у нас полу готовая а тыква с луком сырые и мясо сырое поэтому все по очереди в общем жарим фаршик мы с вами варим манты поэтому нам нужны соусы возьмем чеснок возьмем помидоры возьмем перчик у меня вид перчика называется чарлистон возьмем красный толфокожий перчик все это блендеруем чуток петрушечки добавим и все это блендеруем все все ребят соус мы приготовили с вами вылим емкость добавим соль перчика горького перчика и также добавим семьян и сухую мяту перемешаем соус на манты готов вот такой еще сделаем с йогуртом соус чеснок йогурт соль попробуем вот шикарный раку овощную у нас скорее всего уже готово сейчас я попробую под крышкой будет стоять дойдет огонь уже нужно выключить сейчас на соль попробуем все выключить надо и сервировать ребят манты варятся сейчас будем их пробовать ребята я когда жила в ташкенте у нас такие манты продавались на улице сам сам манты три штучки рубль на бумажку клали манты у продавца покупаешь на бумажечке вот так берешь без всяких соусов вот тыковка с мясом так берешь руками и кушаешь никакой вилочки и ножичка не было стоишь на базарной остановке базар затарилась автобус ждешь тут рядом в тазиках продают манты самса беляши все что хотите манты обычно мы покупали берешь вот такого именно размерчика без всяких соусов три штучки на бумажечку тоже в ташкенте кто кулюк базар ближайший ко мне был мы туда ходили еще старый старый он был сейчас десять раз уже перестроен и вот так кушали хотели лимонад рядышком продавали хочешь газированная водичка по копейке по 3 копейки в общем так что я показала как мы кушали в ташкенте на остановке ждя автобус вот эти манты вкус моего ташкента салям ташкент уже приготовили мы с вами ребята с капусточкой они отклеиваются видите легко да фаруто ты будешь таки кушать закрывай вот это подними вот для мальчиков один противень одному сыну второй противень второму сыну вот с тыквой и с этой с мясом они легко у меня отлиполяются видите и соус что мы с вами приготовим а это все 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 и и Продолжение следует...